Каждый человек ежедневно использует различную бытовую химию. Моет посуду, стирает одежду, принимает душ. Делаем мы это на автомате и не задумываемся, куда уходит сочная вода и что с ней происходит дальше. За последнее столетие люди начали использовать свыше 100 тысяч новых химических соединений. Существует огромное количество средств для любого вида загрязнений. При попадании в воду бытовая химия превращается в токсичные соединения. К такому выводу пришли химики из Горно-технологического института Нью-Мексико. Очищающие средства – одна из главных причин загрязнения воды. Вместе с осточными водами вещества попадают в очистные сооружения, которые не могут на 100% их обработать. В небольших городах и селах губительные компоненты сразу впитываются почвой, попадают в реки и озера. Большинство веществ бытовой химии не расщепляются, а скапливаются в земле, воде и воздухе. Компоненты в составе обычных моющих средств поражают все органы и системы – от планетарных до человеческих. Одним из самых опасных для окружающей среды элементов бытовой химии являются фосфаты – поверхностно-активные вещества и канцерогены. Фосфаты добавляют в стиральные порошки. Они снижают жесткость воды, усиливают действие моющего средства, а еще воздействуют на рост водорослей при попадании в водоемы. Обилие сине-зеленых водорослей ухудшает питьевые качества воды, добавляет ей разные вкусы и запахи. Грязная питьевая вода приводит к врожденным травмам, снижает продолжительность жизни. Поэтому фосфаты в стиральных порошках во многих странах мира либо запрещены, либо должны быть представлены в изделиях на уровне от 2 до 4%. Объемы опасных летучих компонентов красок, моющих средств и дезодорантов сопоставимы с транспортным загрязнением. Один из способов предотвратить загрязнение природой бытовой химии – использовать экологически чистые и биоразлагаемые вещества. Продолжение следует...